Допустим, они будут такие радостные, но не мягко кто заезжает. Мы говорили, что у нас несколько часов, до того, чтобы мы уходим в Харьков, поэтому у нас есть время, чтобы остановиться с ними. Но я еще с приходской жизни бабушек люблю, говорю, как же, бабушек нельзя обижать. Давайте заедем, благословим, давайте, давайте заедем. И мы как раз заедем, в то время, когда, когда мы уходим в Харькове, я всегда любила молодые женщины, поэтому я сказала, что, конечно, мы не можем уходить. И мы как раз заехали, в то время, когда коров гоняли как раз. Бабушки подбежали, говорят, о, все, батюшка, вы оставайтесь, мы сейчас быстро повестим все село и соберем быструю сходку такую. Давайте, ну, что ж ладно. Собрали служение, потому что дом не мог вместить всех желающих, во дворе тоже было тесновато, поэтому прямо за двором на улице прям поставили лавочки, стащили все стульчики, и народ собрался там. Я там проповедовал, свидетельствовал, вот, и, значит, говорю, среди противов сказал так. Бабушки, говорю, бабуленьки, красотуленьки, говорю, молитесь к Николаю Годичку. Они молимся, молимся. А я говорю, не молитесь, пожалуйста. А молитесь к Богородице, к Кругу и Чженой. Так интересно, скажешь батюшка, с чем потом приехал, ну, со столицы, с Киева приехал, ну, к Киеву, ну, к Киеву, ну, к Киеву, ну, к Киеву, и я говорю, молитесь к Господу Богу, к Святому, говорю, вот Иисус Христос, знаете, да, Иисус Христос, он есть Сын Божий, он посредний ходатай, молитесь. Короче, как мог бы их убеждал, молиться к Богу. Потом стали молиться за людей. Знаете, село есть село. Там другая атмосфера со всем. Они там друг друга все знают, как обгублено. Они знают, болячки друг друга все. И когда начали люди исцеляться, неожиданно для них, как бы, вообще. Притом, таких уже, таких старых болезней, там всякие опухоли стали на глазах, просто исчезать, просто исчезать стали. Одна женщина даже была в расстельности, она плохо видела, как бы, а здесь она стала вдруг ясно видеть, она даже испугалась даже, что случилось с ней. Вот, у кого-то нога ясно видела, то есть, короче, многие эти женщины были больные, и они просто стали исцеляться. Вот просто, ну... Да, для них это был шок. А, кстати, потом, когда я уже в Киеве был уже дома, братья звонили с Харькова, они говорили, они потом посетили вот этих бабушек. Они рассказали, что потом бабушки уже дома, себя проверяли, они удивлялись, у кого-то кожа, значит, заросли какие-то старые кожные заболевания, у кого-то опухоли исчезли. То есть, при проверке дома уже, они обнаружили это. И вот, значит, и когда я уезжал, кстати, от них, я им подарил бабушкам, там, у меня столько было, там, десяток, два, наверное, календарей. А, в 2002 году, получается, да, в 2002 году точно, календарь, как раз издавали, такой на стене календарь. И там календарь, на стене православный календарь издавали мы тогда. И еще издать. Хорошая идея, кстати. И по центру календаря, там были картинки всякие. И там мой портрет был сделан. Благоставляющий, короче, все, как положено в архиерийских облачениях таких. Там есть такие облачения. Что есть, что есть, одна страшная сила. Вот, значит, и рассказали такую вещь мне, братья, с Харькова. Что вот одна из евангельских бабушек зашла к православной бабушке тогда. Вот, и она сделала, что православная. Вырезала из календаря мой портрет в рамочку и на стеночку среди икон повесила, короче. Та евангельская бабушка говорит, значит, но ты что делаешь? Ведь Журавлев, он, значит, наоборот, учил, как раз, не поклоняться изображениям, а Богу, а вот так обращаться. И вот, как православная бабушка говорит, значит, ну я понимаю, но помогаетесь. А бабушка одна живет, а город большой бросать не хочет, как бы, значит, значит, а здоровья нету. И я, значит, стою никакая и говорю, Журавлев, помоги мне. Так, да, помогает, говорит. Как? Короче, целый день вниз головой, там, на огороде, и хоть бы что. Я потом у себя в церкви рассказывал эту историю, рассказывал. Вот, значит, кстати, та православная бабушка, она все-таки потом и убедились снять икону, как бы, и все-таки отказаться от этого культа. А в своей церкви я рассказывал об этом и говорю, то-то я смотрю, утром порой просыпаюсь, как и на мне пахали, как будто бы. Точно, я бабушка, говорю, вскапываю, и там. Нет, ну а с не серьезно, ну вот культ возникает, и оно на ровном месте возникает вообще. Я понял так, что хочешь стать идолопоклонником, просто ничего не делай, и станешь идолопоклонником точно, 100%. А чтобы избежать идолопоклонства, надо прилагать усилия, надо думать, надо опцию выбирать по умолчанию, потому что опция идолопоклонства в человеке. А чтобы поклоняться Богу в духе и в истине, надо принимать решения такие уже. Я слышал тоже историю о иконах, что когда было гонение на христиан, то они, чтобы защитить, чтобы продлить христианство, они начали рисовать иконы. И есть, типа, канонические и не канонические. И есть некоторые иконы, которые называются канонами. Закононические? Канонические? Они, которые отнашаются по Господь и не отнашаются по Господь. Если говорить о Христе, то Иисус обитель, то есть, его можно передать образ. А вот о Отце, то есть ты уже не можешь передать образ. И как говорили, когда ты говоришь о Иисусе, ты можешь дать его имидж, но когда ты говоришь о Божьем, ты не можешь делать это с Божьем. Кто-то считает, что нужно убрать все канонические стекли, а канонические просто для декорации ставить. И некоторые люди думают, что эти не канон-иконы вы должны убить полностью, но канон-иконы мы должны держать их для декоративной формы. Потому что в Библии, в детской, там тоже в рисунках все выходит. Потому что если ты говоришь о Библии, то это все изображения, с картинками, с картинками, с картинками, с картинками, с картинками. Это как я объяснила. Но это чисто так, неправильно объяснить. Это то же самое, как говорят, что крестное знамение когда изображается. Это то же самое, как говорят, когда ты делаешь крест на тебя, зависит от того, что ты ортодом или каталик. Вот по старому вообще двое перстри было даже. И в старых дней, ты должен был держать руки в определенную форму. Два естества Иисуса Христа, Троица. Бог и Человек, Божество Снешедшее, Человече Вознесенное, короче, там все там продумано было. А сейчас вот так вот обычно, православие. Вот. И разные есть объяснения, вот классическое такое. И тоже говорят так, говорят, как оправдание, что мол древние христиане тоже мол крестились так. Вот там мол языки резали, они только крестились, как показывая веру в Иисуса Христа распятого. Но это все чисто выдумки. На самом деле, исторически даже крестное знамение, это уже гораздо более поздняя эпоха, это раннее средневековье. И есть много разных сказок, есть много разных объяснений. Допустим, в семьсот восемьдесят седьмом году про этот собор, это уже история седьмого вселенского собора. И на этом соборе, ну, так вот, чуть забежал, но ладно. Значит, на этом соборе разные тоже использовали вот такие документы, как бы. Которые были составлены при дворце дамасского халифа Абдал-Мелека. Его первым визирем, Мансуром. Как еще раз называется? Был дамасский царь, дамасский халиф был Абдал-Мелек. Абдал-Мелек, ну, царя была, проще говоря. Значит, и его первый визирь, первый министр его, его звали Мансур. Его знаем мы исторически как Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска. Потому что есть легенда такая, что в конце жизни он стал христианским монахом и умер как монах в Абдал-Мелеке. И при дворце Дамаска, в Дамаске, при дворце халифа, составлялись такие, как бы, религиозные сказки. Это как бы сказки шеферизады, да, знаете, да? Тысяча одна ночь, Праджина, Праджина, Праджина. Ну, мне нравятся интересные сказки, конечно. Арабы оставили очень много сказок нам. И если их переводить буквально, то там многие сказки такие, как бы, не совсем сказочные даже. Но при дворце Дамаска, в Дамаске, составляли религиозные сказки. Одна из этих сказок была следующая, что, я напоминаю, это восьмое столетие. До того никакой такой информации не существовало вообще. Вообще, в природе не существовало. Даже наоборот, исторические факты многие, именно исторические, полностью не спровергают эти утверждения. Так вот, одна из сказок была следующая, что, якобы, сам Иисус нарисовал свой первый портрет. Что, значит, якобы, один арабский правитель заинтересовался проповедью Иешуа Машиаха, Иисуса Христа. Во времена еще Иисуса, да, в те времена. И, якобы, он послал художников, чтобы они изобразили Иисуса, и он хотел иметь портрет Его у себя, значит, в обучивании в своем дворце. И, якобы, художники, у них не получилось ничего, короче. Так вот. Но Иисус сжарился, как бы, над художниками, и... И сам сделал портрет. Он на глазах у них умылся. Обмахнулся полотенчиком. И отдал ученика, отдал их этим арабам. Они, блядь, вон, а там изображение Иисуса отобразилось. И, якобы, они принесли это изображение во дворец этого арабского правителя. Арабский этот царь был очень доволен, повесили его во дворце. Это изображение вынесило там. Напоминаю, что это сказка восьмого столетия. Составленная в мусульманском мире во дворце Дамасского халифа. То есть, не христиане, а ее авторы, в общем-то. Интересно, да? Вот, значит, на Западе эта сказка, она была переиначена, ее переделали. Католики ее переосмыслили по-другому. Пересказали по-другому. Католики придумали другой вариант, что, якобы, было все по-другому. Якобы, Иисус когда шел в Белдолороса по пути страдания... Одна женщина дала плотенчик ему вытереться, он был без поту и в крови. Ну, по пути страдания, не в скрест. По-другому. И поэтому изображение вот нерукотворного образа, так называемого, у католиков обычно страдающие с кровью, с потеками, венце терновым обычно, вот как-то так страдающий Иисус. Сверхъестественный портрей, как бы, это был. Сверхъестественный портрей, как бы, это был. Ну, венец терновый, терновый. Crown of thorns? Thorns? Thorns. Crown of thorns, и he is in blood, so it's a suffering Jesus. Вот. А в православии он без венца обычно просто, ну, а Божество просто 500. Напоминаю, это легенда восьмого столетия. Первых 700 лет в христианстве ничего такого не знали вообще. Хотя, во времена Евсевия Кесарийского, Евсевий сохранял некоторую информацию об этом. Он упоминает похожую историю, но в которой не было ни художников, ни портретов. Вообще. Он лишь пишет, что один из арабских правителей заинтересовался проповедью Иисуса и послал туда свою, как бы, делегацию. И они, как бы, слова Иисуса попытались ему как-то законспектировать и передать ему. Но не шла речь о портретах вообще. Абсолютно. И все. То есть не шла речь о портретах каких-то и прочих. Но восьмом веке арабы придумали эту сказку. Вторая сказка, родившаяся тоже накануне этого собора в восьмом веке. Она тоже фантастическая. И тоже придуманная именно в это время. До того никакой информации не было об этом. Что, якобы, апостол-евангелист Лука был художником и нарисовал Марию с Иисусом Владенцем на руках. Чем-то Ховска там и все творческие. Якобы, Мария была так растрогана, что она благословила этот портрет, как бы. И, как бы, сказала, что моя милость, благодать будет с этим портретом теперь всегда. В истории с этого времени появлялись десятки портретов, которые выдавались за автографии Луки, евангелиста Луки. Десятки. Эти изображения в разных стилях были сделаны, и там было сразу очевидно, что были сделаны очень разными художниками. Разными. В 20-м столетии было художниками, экспертами, однозначно доказано, что каждое из этих изображений были подделками. В средние века сделаны. Ни одного из этих изображений не было первых веков христианства. Так называемые, я не буду брать европейские примеры, возьму наши примеры. Восточные. Так называемые Владимирские иконы Божьей Матери. Но, вообще-то, это киевское, вообще-то, это киевское. Просто с Киева это было изображение похищено князем Андреем. И оно было выведено, это изображение, туда во Владимир. А почему Владимир, он обокрал Киев, взял казну всю. Вот, и взял эту икону. Зачем? Потому что киевляне и по всей Руси Киевской верили, что эта икона написана евангелистом Лукой. Святыня главная, святыня. Поэтому он решил обокрасть Киев им финансово и духовно похитить главную святыню этого города. И во Владимире эта икона стала известной иконой для во Владимире. В двадцатом столетии эту икону исследовали. Брали эксперты образцы древесины и краски красочного слоя. Художники снимали красочные слои и каждый из них снимался, фиксировался до первого красочного слоя, самого древнего. И было однозначно доказано, что это подделка средних веков. Дьявол отец фейка. Дьявол отец фейка. И действительно, а ведь, представьте себе, сколько поколений, столетиями люди верили, что это есть автограф Евангелиста Луки. Тысячи священнослужителей православных и сегодня утверждают это в храмах, что вот эта икона все равно, несмотря ни на что, им все Божий раз сообщит. Что это все равно автограф Евангелиста Луки. Аферисты. Они Бога не боятся и людей не стыдятся вообще. И так было с каждой из этих икон, я сейчас могу до вечера рассказывать историю этих икон, и на западе, и на востоке. Десятки образов, выдаваемых за автограф Луки, все были доказаны подделка. В 787 году икона почитания была объявлена каноном церкви, правилом, догматом, дотриной. На основании сказок религиозных, которые были придуманы мусульманами в Дамаске при дворце Халифа. Хотя, конечно же, и из Писания пытались какие-то примеры взять. Нам говорили, допустим, в семинаре православной, что вот те херувимы, чеканные работы в храме, еще том древнем храме, это тоже икона, ранние иконы как бы. Друзья, на самом деле, друзья, на протяжении всех столетий, на протяжении всей истории человечества Бог убеждает людей поклоняться Ему в духе и в истине. Но, в реалити, на протяжении всех столетий, на всей истории, Бог всегда просил людей, чтобы прожить Ему в духе и в духе. Но, если раньше люди не умели читать, они не были образованы. Люди не могли читать, раньше они не могли читать, они не были интеллигентны. Было мало людей, кто мог читать Библию, потому что переводов тоже не было. Я не говорю, что все эти иконы, эти рисунки, они правильные, но были, которые передавали символы. Все эти иконы были достаточно хороши, но некоторые были символизированы, или передавали правила в символах. Например, если синий, там нарисован, это символ человечества, белая сила Бога. Я тоже не помню, но просто эти символы передавали людям понимание, кто такой Бог. Есть популярные такие живописные. Правильно, когда смотришь, ты чувствуешь это как бы. Ты ничего не говоришь, но ты это чувствуешь, и смысл даже передается тебе тоже. А можно добавить, я где-то даже слышала и читала, что в один из отходов церкви сказала, что иконы это как Библия для мира. Да, в начале седьмого столетия, на самом деле, об этом говорили, в шестом-седьмом столетии об этом говорили. Первым, кто об этом сказал, считается так, принято называть. Был святой православной и католической тоже церквей. Это был папа римский Григорий Великий. Считается, что он первым сказал эту фразу. Что иконы это Библия для неграмотных. Григорий Великий, он был реформатором. Но в большей степени его оцениваю я как деформатора. Потому что папство как власть в церкви была именно им узаконена, как бы, утверждена. Папская тирания как таковая, которая просто-напросто душила Европу и весь мир христианский на протяжении многих столетий была его детищем. Именно тирания именно. Которая вылилась в инквизицию и прочие христовые походы и другие ужасы. И произошел один эпизод в то время. Папа Римский Григорий, он вложил одного из епископов во Францию, в город Марсель. Он вложил что? Нового епископа. Его звали Сирен, марсельский епископ Сирен. И в Марселе этот епископ стал говорить о поклонении Богу в духе и в истине. Очень приобретаемый. И в Марселе он начал говорить о том, что мы поклоним Бога в spirit и в truth. Он был очень радикал в его время. Марсель в современной истории известен как город Марсельезе у нас известен, да? Больше революционный такой город. В раннем средневековье он был известен как город, давший людям запада иконопочитание, иконопоклонение. Откуда Марсель? Я не знаю почему, но в этом портовом городе оборудовали иконописные мастерские первые вообще на Западе. Там мы производили их и продавали. И многие, ну, церкви, здания церковные этого города имели изображения, одни из первых изображений на Западе. Даже в Риме еще не было изображений, в самом Риме, а в Марселе были уже в храмах изображениях. Даже в Риме не было так много изображений или не было никакого изображениях. Марсель... Когда папе римскому изображение прислали, они были удивлены, и он, и кардиналы были удивлены, потому что у них не было еще изображений вообще таких. Это было известно на Востоке, а на Западе это было, ну, как бы, малоизвестно вообще. И вот, значит, и Сирен Марсельский, он убеждал горожан поклоняться Богу в духе и в истине, и сказал, что... И он сказал, значит, что вот то, что в Марселе эти иконописные мастерские, это не слава этого города. Люди зарабатывают деньги, но это грех. А Сирен Марсельский был очень харизматичным епископом, очень. Он проповедовал не только в храмах на служениях, но и на улицах городов, горном Марселе, он на площадях организовывал собрания. Этот молодой епископ сделал следующее, что убедил большинство горожан отказаться от практики использования икон. И они объявили день добровольной сдачи всех икон. Они объявили день такого сожжения всех икон, уничтожения всех образов вообще в городе. Это было добровольно, доброохотно. Люди были заранее оповещены. И большинство горожан согласилось с этим. А кто оставил себе изображение, те могли по-прежнему их использовать в своей религиозной практике. Не было заболевания. Хотя склады готовой продукции были завалены, но продажи упали вообще. То есть как бы бизнес пришел в упадок. Люди не раскупали эти иконы. Люди, которые вели бизнес с этим, многие оставили этот бизнес вообще. И в определенный день горожане принесли со своих домов из церквей, взяли эти иконы пред всеми и сожгли это все, уничтожили. В городе атмосфера изменилась, резко изменилась. Люди отказались от этого упаконства. Но была оппозиция, была группа богатых людей, которые наживались на всем этом, и чей бизнес пришел в упадок. И они написали письмо протеста, жалобу написали папе Римскому Григорию Великому. И вот именно ответ, письмо сохранилось папе Римскому Григорию, Марселю и Марсельскому епископу Сирену. Письмо, историческое время. И папа Римский Григорий, он сам, кстати, он написал несколько писем. Ни одно письмо. Вы удивитесь, наверное, да? Ни в одном письме он не осудил действия епископа Сирена, ни в одном письме. Наоборот, в каждом он хвалил его за его ревностное служение. И он одобрял его действия с сожжением и кондажем. Он сказал, что да, он правильно поступил. Хотя в одном письме он допустил следующий абзац. Который до сих пор использует как именно оправдание иконопочитания. Он написал примерно следующее, что если бы он уже был пожилым человеком, он немного по-другому мыслил, чем Сирен. И он написал, что если бы он был бы епископом в Марселе и в этой ситуации оказался бы. И он написал, что я бы не поступил так, как ты бы поступил. Я бы не стал делать так, как ты сделал. И он написал, что я бы оставил все как есть, но людей учил бы, что иконы это Библия для неграмотных. Вот так вот как раз цитата. Папа Римский считал, что когда из-за того, что слабый уровень грамотности малой, надо открывать школы для обучения, просвещения. И когда люди будут грамотные, они смогут сами читать Слово Божье. И он тогда писал, что проблема икон, она сама собой отпадет тогда уже. Когда будет всеобщая грамотность. Прошли столетия. Жизнь показала, что Папа Римский был неправ все-таки. Я знаю много людей с высшим образованием, даже не с одним высшим образованием. Которые имеют дома разные издания Библии, на своих смартфонах имеют разные переводы Библии, но по-прежнему почитают иконы, целуют их. Которые имеют много переводы Библии на их смартфонах. Они имеют Библии на их смартфонах. Но в то же время они имеют иконы, и они продолжают их прожить. Потому что истина где-то посреди, между Сиреном и Григорием, где-то посреди истины. В нашем календаре в Реформаторской Православной Церкви есть имена и Григория Великого, и Марсельского Сирена Епископа тоже. И я обычно братьям говорю, что истина она в Иисусе. Я верю в силу христосатричности. Человек, даже имея образы иконы, не имея образов, может быть идолопоклонником или не быть таковым. И как говорил еще Александр Мейн, еще 30 лет назад, 40 лет назад, он говорил, что христосатричность, она спасает человека от идолопоклонства этого. Как шелуха это все отпадает. Завтра мы продолжим. Экскурсию сделаем тогда, когда будет поцеплее чуть у вас здесь, ну вообще в Киеве здесь. Завтра мы здесь. И в апреле я еще здесь в Киеве, и будет поцеплее, и мы сами прогуляемся еще. Я хочу вам еще кое-что по-моему рассказать еще. Завтра будет время, я еще расскажу еще по теме. Просто еще обо всех остальных обрядов и храмах и храмах. Да, да, готовьте вопросы тоже, господа. Благоставляю вас во имя Господня. Паки и паки, что называется. Снова и снова поздравляю вас с праздником Пурим, библейский праздник. Я понимаю, что для большинства христиан этот праздник забытый. Исторически так получилось, что для большинства христиан сегодня гораздо ближе такие праздники человеческие, бесовские, там всякие-всякие-всякие. Но библейские праздники кажутся чем-то инородным, чем-то чужеродным. Получилось, к сожалению. Это трагическое наследие антисемитского прошлого. Антисемитского, отрыва от библейских корней, от еврейских корней. Разрыв. Последние десятилетия идет процесс восстановления. Мало-помалу. Болезненный процесс, но он идет. Сегодня все больше и больше христиан воспринимает библейскую традицию как уже свою, нормальную, естественную. Я понимаю, полное исцеление произойдет, когда уже Машех вернется, когда Христос придет уже, вернется на землю. И тогда из суббота в субботу люди будут приходить на поклонение Господу Богу. И на праздник Суккот, Кущей тоже будут приходить на поклонение Господу Богу. И знаете, друзья, сейчас я лишь одно прошу. Поразмышляйте о Пуриме. Домашним заданиям. Перечитайте книгу из Фили. Она, Библия, она маленькая, она короткая книга. Да, прочитайте, не поленитесь, поразмышляйте над ней. И поразмышляйте, в каком ключе? Мы понимаем, что Бог сегодня тот же самый. И Он в нашей ситуации все обращает во благо, любящим Господа, призванным по Его избавлению. То, когда народ Божий обращается к Нему, Бог прощает, Бог благоставляет, защищает, а всех врагов окружает нас. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш. Сегодня в этот праздник Твой, спасение народа Твоего, которое Ты совершил тогда, я благодарю Тебя за Иисфирь, за Мордыхая. Благодарю Тебя за то, что Ты сегодня тот же самый. И Твой Божественный Пурим свершается в наших судьбах. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Ты пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Отец, благодарю Тебя за все. И благословляю Моих братьев и сестер. Аминь. Будьте благословенны и счастливы. До завтра. Спасибо. Аминь. Аминь. Друзья, еще.